Девушки отдыхают И очистить нам грехи наши и очистить нас от всякой неправды Таинство исповеди очищает душу человека Это таинство торжества покаяния, которое завершается исповедью А о покаянии есть совершенно удивительные слова Исаака Сирина Он говорит, покаяние — это трепет души пред вратами рая На такое прикосновение Божьей благодати к сердцу человека Когда сердце человека как будто тает, начинает от присутствия Божьего И поэтому мы должны приложить все усилия Чтобы таинство исповеди совершалось по возможности настолько глубоко нами, насколько это возможно Если вы приходите каждый раз к новому священнику, он вас плохо знает Он плохо знает особенности, какие-то обстоятельства вашей жизни И вас самого И поэтому он может дать только общие советы Они могут быть справедливыми, нужными, правильными Но сказать вам что-то верное и именно в вашем случае нужное Может только священник, который хорошо знает Или святой прозорливый священник Если вы такого найдете, то слава Богу Когда к такому человеку приходят христиане на исповедь Даже и говорить ничего не надо Вот он сам все это знает Как вот есть рассказ о преподобном Гавриле Ургибадзе Который умер в 1992 году Когда один молодой монах пришел к нему и спросил Ава, дай мне наставление, отец, что такое настоящий пост А тот говорит, ну садись на лавочку И стал ему пересказывать в подробностях все его грехи Долго и внимательно Тот говорит, я зарыдал А отец говорил, ну иди теперь ешь Ну как я могу после этого есть Он говорит, вот это и есть пост Когда ты помнишь о своих грехах И поэтому ты хочешь с ними бороться А для этого надо прежде всего бороться с чревоугодием Которое есть начало всех остальных грехов Ну, по крайней мере, по мысли святых отцов Это первое, с чего надо начинать Вот, конечно, когда священник вас знает То вы не можете халтурно исповедоваться Вам это труднее И вам стыдно говорить одно и то же 25 раз Поэтому знаю, что вы к батюшке, который вас любит уже А батюшка, который долго исповедует одного человека Привязывается к нему сердце, молится за него И уже совершенно неформальное отношение к нему имеет И вам он дорог И это тоже может помочь вам остановиться от греха А не так, что я пойду к этому священнику К этому, к этому, меня обязательно простят Внеси свой вклад, оцени Подпишись и поделись этим видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok